МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии Наталья Гнатенко. Добрый день. Больше активное использование мясовых видов палева, своечасовая оплата и створение бригад для ликвидации наступства стихийных бедствов. Сегодня на посаджении Гомельского облаканкама разлежена готовность предприемства и организации региона до работы в осенне-зимовый период. Алексей Церов потекавился перспективами. На дворе уже зараз такое, что без теплой вопротки на улице очувалось себе уже не вельми утульно, да и в дымах нема былой летней спякоты. Самый час подвести первые выньки подрактовки до нового отепляемого сезона. Правда, подача тепла у Кватеры придется еще подчекать. Необходно, как средняя температура по ветру снизилась на некольких градусов. У Вогули не глядите на то, что контрольный термин готовности объектов тепла и энергозабеспечения 30 вересня. Усе основные работы выполнены уже зараз. 55 направлений, которые мы занимаемся подготовкой к зиме. Соответственно, все планы мероприятий выполнены. Те, которые еще есть время их доделать до отопительного сезона, они, соответственно, будут доделаны в полном объеме, будет выполнение. Не глядите на то, что в опошне годы зимы на Гомичине достаточно мягкие, подрактовка до этого периода самая серьезная. У Вогули теплая зима на экономике отбивается не самым лепшим чином. Починаючи от недокупа у Вильгати у Глеби за отсутности снегу до страт предприемцев, які займаются тепло- и энергопоставками. Не вельми добро вытремливают температурные перепады и дорожное покрытие. Правда, сами дорожники риктуются до зимы морозной и снежной и кажуть об готовности техники и створении запасов супрозгололедной сумеси. С 15-го кастричника до постоянного дежурства приступить и специальные аварийные бригады, які створены на предприемствах палевно-энергетичной глины. Тут так само запевниваюсь у готовности до работы в осенне-зимовый период и шмат узровневым контролю за ходом работ. В сентябре месяце прошла проверка Министерства энергетики на соответствие данных паспортов. Проверка замечаний не выявила. То есть, на самом деле, наши все объекты жизнеобеспечения готовны на 100% к текущему осенне-зимнему периоду. У ответственности запасной программы энергосбережения в этом отепляемном сезоне больше активно плануется выкорисовывать мясовое палевно-энергетичное ресурсы за надчасовой экономией бензину, дизельного и беодизельного палева. Олег Сентюров, Валерий Капанько. Далее радует компания «Гомель». Многие краины света сегодня долучились до акции «День без автомобиля». Ее головная идея – притягнуть увагу громадства до экологичных проблем, выкликанных шкодными автомобильными выкидами. Так, у «Гомельской области» в минулым годе за аутотранспорту атмосферу трапило больше, как 100 тысяч тонн шкодных речевал. С каждым годом колькасть машин у регионе возрастает. На сегодня аутоуладальникам з'является кожный третий же хар. Экологи и супрационники «ДАИ» звернулись до водителя с просьбой хоть на один день пересесть за руль велосипеда або скористаться хромадским транспортом. Бесплатно по 200 таких пассажиров у ранешний час пик до речи пропоновали водителей маршрутных такси. По якости проездного достатково было предъявить посвящение водителя и техничный пашпорт своего автомобиля. Если я откажусь от машины в такой день, кто же вас возить будет тогда? Так. Утром, с утра никто не обращался сегодня с правами, никто ничего не показывал, но я бы подвез обязательно. Верасе не самый гарадший месяц для тех, кто сдаёт жилье у наём. Зараз на улику у податковых инспекций Гомельской области находится свыше 13 тысяч плательщиков податку, який наличивается за предоставление такой послуги. Дякуючи их деянности, в бюджет с початку года поступила значная сумма – амаль миллион 300 тысяч рублёв. А лишь, коли рынок пропону перенасыщенный, то некоторые господары пустых квартир имкнутся сдать их любой ценой. Например, без заключения с квартирной мальником договору. И такая легкодумность может закончиться выплатой великого штрафу. Навод втады, коли квартира сдатчик упэлнены, что никто не доведается об незаконной сделце. Всё это специалисты установили амальчатыры сотни таких правопорушений у податкового законодавства. Данным гражданам предъявляются налоги за весь период, когда они осуществляли сдачу без уплаты налогов. Кроме того, пеня считается за несвоевременную плату, а также административная ответственность наступает. Становиться на учёт в качестве индивидуального предпринимателя либо организации не нужно. Достаточно заключить договор с физическим лицом и зарегистрировать его в местном исполнительном органе. Те, в свою очередь, передают информацию в налоговые органы, и мы уже ставим таких физических лиц на учёт. Сумма податку залежит так само и от места знаходжения кватеры. И она вагается от 20 рублей в месяц на ускрайку Гомеля и до 25 в центры города. У Гомеля подвели выники проведения республиканской акции «Одновление святыни у Беларуси». Волонтёры оказывали допомогу у доброго парадкования территории и культовых сбудований региона. На протягу шести месяцев молодые люди приняли уделу одновлений и наведений парадков окол 30 церквей и костёлов. Многие из них – помники истории и архитектуры. Удельники волонтёрских аруху «Доброе сердце» высаживали древы, выконывали нескладанные будовничные работы, выносили бытовое сметти. На передаче дни у Гомеля подчас открытого межконфессийного диалогу члены Абкама БРСМ подвели выники доброчинного проекта и отзначили самых активных грамотами и подарунками. Усяго у доброй справе взяли у дел больше, чем 400 человек. Чтобы кто-то отказал просто так по причине, что я не хочу, мне это интересно, ещё никогда такого не было. Все ребята соглашаются. Если у них позволяет их личное время, то они всегда приходят, помогают активно, чтобы кого-то заставлять и принуждать. Никогда такого не было. У нас есть все представители молодёжи, от учащихся до рабочих. Кроме награждений самых активных, мы ещё и предоставили всем возможность поучаствовать в экскурсии, где мы показали религии Гомельщины, которые представлены в городе Гомеле. А непосредственно на межконфессиональном диалоге мы дали возможность ребятам познакомиться более тесно с различными религиями, пообщаться воочию с священнослужителями этих религий, узнать какие-то культурные, может быть, традиции, вообще традиции этих религий. Таимницу реконструкции набережной Ракисош приоткрыли у палаца румянцевых и паскевичев. На мини-выставе под назвой «Эпоха гигантов» наведвальники могут убачить рештки дикого коня – экспонату некальки десятков тысяч годов. Обновленную набережную Ракисош открыли год тому. У ходе ее реконструкции были выявлены археологичные артефакты и цикавые палеонтологичные знаходки. Доследчики знайшли костяные рештки представников старожитной фауны. Больше всего выявлено косток коня, который жил в те часы, когда на территорию Беларуси ходили мамонты. Специалисты сподяются удалейшим отремать полный шкелет живеолы для пополнения экспозиции. Пополнить коллекцию костными останками этого животного нам позволили, работая по созданию заключительной фазы набережной. Намывали песок возле самого берега реки. И вот там, кстати, и нашли эти кости. Мы их потом уже из песка прямо достали. Этот вид животного ископаемого был достаточно распространен. В том числе и у нас здесь, в этой пойме реки, эти животные водились. И об спорте. Стали вядомы чварц-финалисты розыгрышу Кубка Беларуси по футболе. Турнирные шляхи звели у 1-8 финалу двух представников наших региона Гомельчий Гунтранс и Мазирскую Славию. Мы заранее представляют мацнейший дивизион чемпионат Украины Гомельчане першую лигу. Однако, как вядомо, у кубковых матчах регалии и статусы не мают с ниякого значения. Ничего нечиняки доказали, гэта на попереднем этапе турниру, обыгравши столичных Крумкачоу. Мы заранее, как и треба, номинальным фаворитам гуляли першим номером. Яны робили ставку на фланговые атаки с дальнейшими навесами у штрафную соперника. Гомельчане все больше гуляли про центр. Перед игрой обращали, что команда много атакует флангами, быстрые фланги. Пытались, что-то противопоставить. Да, навесы несли опасность. У первшим тайме гости частей били поворотом соперника. Недренные моменты были у Мазиран, Воронкова и Котлярова. У Гомельча Гунтранса частей за усих на вострине атаки оказывался архипцев. В другим тайме Гульня проходила цикавые моменты были у обед двух команд. Одна клик так и не была открытым. Як выник, дададеный час. У экстратаймах реальные шансы на то, якаб не доводить справу до 11-метровых Мелем Азирани Старханович и Кобец. Перший, вышевший один на один, не смог переиграть Селивончика. Другий не трапил поворотах у выгодной ситуации. Серая послематчевых пенальти стала бенефисом галкипера Ганальчан Андрея Селивончика. Отбивши три 11-метровые, Йон вывел свою команду у четвертьфинал. Тут забивать надо, чтоб выиграть. А если довели до лотереи, так надо быть уверенными в своих силах. А этого не оказалось. То есть видно однозначно, что мы психологически к пенальти не были готовы. Гомель Чигун Транс один и представник первой лиги у четвертьфинале Кубка. Так само боротьбу за трофей протягивают команды БАТЭ, Минск, Слуцк, Динамо, Минск, Динамо, Брест, Торпеды Белас и Шахтер. Максим Савин, Михаил Рабкоу, Телерадио Кампания Гомель. На этом выпуск завершен и у студии працавала Наталья Игнаценко. Усяго вам доброго и до новых состречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова